Друзья, я искренне рекомендую вам посмотреть это видео целиком до конца. И хоть тема этого видео звучит как частная тема, на самом деле законы успеха, законы продаж, которые здесь обсуждаются, они абсолютно общие и касаются абсолютно всех видов продаж и любого достижения. Поэтому получите ценные рекомендации, посмотрите до конца. Сегодня у нас очень важный разговор. И вы знаете, он возник как-то неожиданно совершенно, хотя тема супер актуальная, абсолютно очевидно злободневная. И я удивляюсь, как мы до сих пор на эту тему не поговорили. Но в последнее время ясно, что в силу определенных обстоятельств и трудностей я стал чаще слышать, вот, сейчас трудно, а как предлагать бизнес? А кому сейчас предлагать бизнес? А что, собственно, предлагать людям? Как я могу сейчас предложить? Я понимаю, что человек подразумевает, когда мне это говорит. То есть сейчас есть определенные сложности. В основном, это, конечно, касается партнеров, кто живет в России, да, и которым приходится доставлять продукцию. Ну, то есть решать какие-то проблемы, которых раньше просто не было. Решать какие-то задачи, которых раньше никогда не было, которые решала компания. И, конечно, вот человек сидит в такой задумчивости и с такой грустинкой, понимаете, печальки. И думает, вот как же так, как все, значит, так изменилось, что теперь я вот не знаю, кому предлагать бизнес. Я, значит, подумал, боже мой, а ведь проблема-то совсем не в этом. Но я стал человеку говорить, да подожди, а как же другие люди строят бизнес в таких же условиях? А как вообще люди строят, скажем, ну, линейный бизнес, привычные виды бизнеса? Когда куча трудностей, когда кризисы, когда бизнесы валятся, закрываются, когда обваливаются целые отрасли промышленности. Понимаете? На самом деле все в позиции. И вот именно об этой позиции я бы хотел поговорить именно для того, чтобы помочь. Когда мы затрудняемся, как и кому предлагать бизнес-самвей, на самом деле вся проблема в том, что мы неверно задаемся вопросом. Точнее, мы задаемся неверным, неправильным вопросом. Мы, скорее всего, в этот момент спрашиваем себя, а кто сейчас согласится пойти на те сложности, на те трудности, которые сегодня есть на рынке, и кто станет их решать? Кому захочется заниматься? Когда мы сейчас были в Таиланде, вот эти тайские предприниматели, которые очень там в боди-гуру задают тон, очень успешные, они сказали такую замечательную фразу. Вы знаете, в чем разница? Вы предлагаете продукт, а мы предлагаем результат. И я очень долго тоже анализировал глубоко вообще то, что они сказали. Ведь действительно, если вы говорите, вот протеин, там это хорошо, потому что там аминокислоты, они там являются строительным материалом для гормонов, для мышц, для тканей, это одно. А когда мы предлагаем бодрость, когда мы предлагаем здоровье, когда мы предлагаем энергию, это совершенно другие вещи. И вот на самом деле, фундаментально, вот сегодня мы говорим, по большому счету, именно об этом, что ты предлагаешь. Правильно ли ты сам внутри себя позиционируешь свое предложение? Отсюда все начинается. Проблема не в том, что сейчас на рынке или на каком-то рынке трудности, сложности, трудности были, есть и будут, навсегда останутся. А проблема вся состоит в том, как ты правильно внутри себя позиционируешь свое предложение, себя и свой продукт. Вместо того, чтобы думать, кто решится на те действия, которые я совершаю сегодня, это неправильный вопрос изначально. Если вы так будете думать, то вы вообще не найдете тогда людей, даже кандидатов. Вы даже в голове не сможете себе представить, кому это предложить. Потому что у вас первый ответ будет, да никто. Первое, что приходит в голову, да кому сейчас нужны там дополнительные трудности. И все, вы сами себе таким образом будете обрезать все возможности строить бизнес. Так вот не нужно думать и так не нужно рассуждать. Это не наша задача на самом деле решать, кто согласится на какие-то сложности, трудности, кто согласится на какие-то вызовы. Это ведь правда не наша задача. Подумайте, ведь наша задача на самом деле, это честно и добросовестно показать перспективу. То есть, красочно и вдохновляюще рассказать человеку о том, что его ждет, если он построит этот бизнес. И тогда все меняется совершенно в голове. Вы рассказываете человеку, что его ждет, когда он станет бриллиантом, что его ждет, когда он станет изумрудом, как изменится его жизнь. Вы рассказываете человеку, какие перспективы есть в этом бизнесе. Мы рассказываем человеку, чего можно достичь в этом бизнесе. Какие доходы можно здесь зарабатывать. Какой уровень жизни, какой уровень свободы. Какие признания здесь бывают. Какие путешествия здесь бывают. Насколько это надежно, когда бизнес в твоих руках, когда все зависит только от тебя. Вот что нужно предлагать людям. Мы не предлагаем им трудности, мы предлагаем им бизнес, который наоборот решает их жизненные трудности. Но если вы предложите звонить в транспортные компании, заключать договора, решать какие-то проблемы, вряд ли это кого-то замотивирует. Но если вы им будете предлагать сказочную, прекрасную, замечательную жизнь, жизнь их мечты, то, о чем они мечтали, инструмент для реализации их мечты, то обязательно кто-то загорится. Трудности, проблемы, сложности. Кто предлагает такие вещи? Если человек загорится, он сам потом решит, согласен он пойти на какие-то действия или не согласен. Это уже следующий этап. И каждый из них, из людей, приходящих в МВЭ, его решает. Некоторые, кстати, решают не сразу. Некоторые включаются в бизнес, загораются от каких-то перспектив, которые им нравятся, а потом сталкиваются с проблемами и останавливаются. Потому что у них нет достаточно мотивации, у них нет достаточно уверенности в себе, чтобы продвигаться. Это нормально. Это обычный, совершенно нормальный путь. В этом нет ничего трагичного и ничего абсолютно неестественного. Точно так же происходит абсолютно в любом виде деятельности. Точно так же происходит в спорте. Точно так же происходит в обучении. Люди поступают в институты, там бросают на втором курсе. Это что значит? Институт плохо, что ли? Или его обманули, этого человека, когда позвали в институт? Нет, его никто не обманывал. Институт – это хорошо. Но он для себя в процессе более тесного знакомства, более глубокого знакомства с обучением принял решение, что это не его там или ему не нужно. То же самое один в один, что происходит везде, во всех сферах жизни, происходит и в нашей жизни, в Амвеевской жизни. Но при этом нужно правильно позиционировать свое предложение. И в первую очередь внутри себя. В первую очередь для себя. Я когда пришел в этот бизнес, мне говорили, ты первый человек, которого ты должен заспонсировать, а это тот человек, которого ты каждое утро видишь в зеркале. Вы себе сначала продайте бизнес, себе продайте продукт, а потом у вас не возникнет проблемы продавать его кому-то. И не возникнет вопроса, а что, а как, а зачем. И если вы показываете такую радужную перспективу, если вы действительно рисуете перед ним картинку того будущего, как оно изменится, о котором он мечтал, о котором он может жить, он потом решит, согласен он или не согласен, пойти на определенные трудности, жертвы, как в любом деле. А есть такое дело, которое можно достигать без трудностей и без жертв? Ну расскажите мне, можно стать большим художником, знаменитым, известным, без трудностей и без жертв? Можно стать спортсменом, чемпионом, без трудностей и без жертв? Можно стать скрипачом, известным, без трудностей и без жертв? Да даже просто хорошим скрипачом. Это нереально абсолютно. То есть путь к достижению каких-то высот, какого-то профессионализма, чего-то экстраординарного, он всегда пролегает через какие-то тернии, к звездам, через какие-то трудности. И вот я наблюдаю, как мои партнеры сфокусировались теперь полностью на тех трудностях, на терниях, забыли, что там дальше есть звезды. И в затруднении кому сейчас предложить-то тернии? Кого сейчас пойду попугаю проблемами? Кто согласится? Друзья мои, это же просто с ног на голову все перевернуто. Вернитесь обратно к нормальному восприятию нашего бизнеса, к нормальному восприятию внутри себя, все, что происходит, и вы сразу же будете транслировать нормальные вещи. Представьте себе, я вас приглашаю в поход в горы. Я по молодости очень много в горы ходил. И звал с собой друзей, брал с собой однокурсников, мы ходили вместе. Но я вам при этом вот что предлагаю. Я говорю, слушай, пойдем со мной в горы, там нас ждет куча всяких опасностей, дорожки, я тебе скажу, очень узкие, иногда прям по краю обрыва. Оборвешься, все, капец тебе. Это был последний день в твоей жизни. Вот обвалы часто случаются. Вот так идешь, идешь, и вдруг неожиданно там раз, там козочка пробежала, и понеслись камни вниз. Если вовремя там не спрячешься, то тебя этими камнями накроют или в пропасть сбросят, и все тогда, и мама твоя будет очень много и долго плакать. Пот, боль и так далее. Вот что я вам предложил. Пойдете со мной в горы? Вам захотелось прям сразу горячее желание? Прям так и рвануть туда, под обвалы, под... Ну, как-то не хочется, правда? И здесь нам все кажется, ну, как бы, да, действительно глупо, да, предлагать трудности. А когда я, допустим, предлагаю вас потренировать, давайте, я буду вашим персональным тренером. Ну, учтите, буду гонять, как сидоровую козу. Семь-сто шкур с вас спущу, обольетесь потом у меня, будете рвать мышцы, потом мы их будем залечивать. Травмы, труд вас обязательно ждет, будете разочаровываться, у вас ничего не будет получаться. Но, в принципе, если вы все это выдержите, в конце я вас доведу до результата. Вам захотелось? Как-то не очень, да, правда? Как-то картинка какая-то, ну, не радует совсем. Как-то грустно прямо, не хочется тренироваться у такого тренера. А вы, когда своих детей в школу отправляете, в первый класс, ну, что им говорить? Сразу предупреждаю, вся эта волынка на 12 лет. 12 лет тоски и мучений. Учителя будут издеваться, будут задавать вам трудные задачи, у тебя мозг будет закипать, будешь до ночи сидеть делать уроки, как дурак, вместо того, чтобы на улице в мячик играть. В общем, замучивают тебя точно, но если ты не сдохнешь за 12 лет и дойдешь до конца, то получишь аттестат о среднем образовании. Будешь плохо себя вести, к директору будут вызывать. К директору будут вызывать, будут в дневнике ставить замечания, и я тебя буду пороть за плохое поведение. Как тебе такая перспектива пойти в школу? Ясно, что я все это преувеличил, естественно, именно для того, чтобы было поярче и пояснее. Как-то на таких примерах сразу понятно, что так никто не предлагает, ни школу так никто не предлагает, ни поход. А ведь скажите мне, ведь это все правда. Ведь в горах действительно есть опасность, но есть же она. Не обязательно, что мы под обвал попадем, но они там действительно случаются. И бывает такое, что в горах и трагедии бывают, и бывает, что некоторые восхождения действительно очень трудные. Но мы как-то не принято у нас рассказывать сразу об этом. Мы говорим о том, какое это счастье стоять на вершине, когда ты целый день шел, да, было нелегко, но ты победил. И ты вот на вершине, и ты стоишь, и все облака, и весь мир ниже тебя. И это такое чувство тебя переполняет. Ты просто вот как птица, ты готов прямо вспорхнуть, у тебя крылья за спиной. Ну, как-то так мы предлагаем, да, восхождение на высокие горы и достижение каких-то результатов. Согласны? Ну, и со спортом где-то так же. Что, да ты что, да ты будешь знаменитым спортсменом, да у тебя все данные есть, да я в тебя верю. Да мы с тобой победим все и всех, все соревнования выиграем. Ты будешь самым знаменитым спортсменом в нашей городе, в стране, в мире. Так мы говорим людям, когда их мотивируем, чтобы они пришли к нам в команду. Ну, где-то так, правда? И когда детей в школу отправляем, говорим, да там будут другие детки, да вам будет так интересно, да вам так верно. Ты столькому научишься, ты научишься читать, писать. Тебе будут доступны произведения великих писателей в будущем. Ты поступишь в институт, у тебя будет прекрасный диплом, прекрасная специальность. Да ты будешь умничка у меня, я в тебя верю. Ты же у меня семипядья во лбу. Так мы в школу детей собираем? Мне так грустно было, когда я обнаружил вот такую тенденцию. Мы начинаем задумываться не о том. И поэтому вся проблема-то не в том, что есть проблема, а проблема в нас. Мы просто сместился в фокус, и мы смотрим не на те вещи. А вы понимаете, вот вы предлагаете человеку, да, бизнес, допустим, даже в тех же условиях, которые есть в России. А у него совсем другое отношение к проблемам. Понимаете? Для него проблема – это вообще адреналин. Он любит решать проблему. Ему только дай вызов, у него сразу кровь закипает, и у него сразу наоборот. Ему вызов – это то, что нужно. А у него другой уровень энергии. Он очень бодрый. Ему хочется куда-то себя инвестировать. У него куча энергии. Он хотел бы где-то себя проявить, где-то вложиться. У него другой уровень энтузиазма. Он горит вообще чем-то новым. Он хочет новое сообщество. А мы сидим и думаем, а будет ли он заниматься отправками? А станет он с ДПД разговаривать? А будет ли он вот это вот все? О чем мы думаем? Мы же сами себе создаем проблему на ровном месте. Наша задача – предложить. А как вы думаете, когда бизнес вели на закрытом рынке? Когда бизнеса никакого в России не было, а весь бизнес был в Венгрии. А они что предлагали? Давай будем ездить в Венгрию с сумками с китайскими. Забивать их там товаром. Тащить через таможню. Таможенники будут нас грабить. Отбирать у нас эти сумки. Штрафовать. Но мы не сдадимся. Мы снова соберем деньги. Поедем во вторую поездку. И если повезет, мы эти деньги отобьем. Так предлагали бизнес в Венгрии. Как вы думаете, чтобы поехать на семинар в Венгрию, нужно целую месячную зарплату отдать. Все, что ты зарабатываешь, будешь отдавать на визу, на поездку, на стоимость семинара. По тем временам 100 долларов семинар. Это вообще немыслимые деньги были 100 долларов в России в те годы. Это был фильтр мощный. Людям предлагали прекрасный бизнес. Людям предлагали перспективу. Людям предлагали бриллиантовую жизнь. Людям предлагали звезды. И кто соглашался, им рассказывали, с чем это связано технически. И кто соглашался, те включались. И вы знаете, что на российском рынке 90% бриллиантов все выходцы с венгерского. Какая трудность. Это еще и такой мобилизу. Это, во-первых, фильтр. Это лакмусовая бумажка. Насколько человек действительно решительно настроен. То есть уже как бы лентяй или бездельник уже не вяжется в такое дело. Мотаться в Венгрию, сумками возить через границу. Уже фильтр. А вам что нужно? Вам же нужны в бизнесе люди активные и по-настоящему. По-настоящему амбициозные и по-настоящему решительные. Зачем вам люди, которые то хотят, то не хотят. То согласны, то не согласны. Прекрасно, когда есть проблемы, когда есть трудности. Они помогают вам отфильтровать вот таких вот несерьезно настроенных товарищей. И работать только с самыми лучшими. Это, друзья, касается любых видов продаж. Это я сейчас взял частный случай. А на самом деле любая продажа, если вы спрашиваете себя, вот у меня есть фильтр для воды. А кто его купит вообще? Кто согласен заплатить столько денег, сколько он стоит? Как вы думаете, это нормальный вопрос? Да вы так никогда ничего не продадите. Ни один продукт. Если вы отталкиваетесь, то у Леонора раньше тема такая была любимая. Она говорила, что нужно идти не от человека к продукту, а от продукта к человеку. Нужно взять, разобраться со своим продуктом и сказать, вот эти преимущества, вот эти достоинства, вот эти выгоды, которые несет мой продукт, кому они нужны в моем кругу? Кто в моем окружении заинтересован охранять свое здоровье, заботиться о здоровье своей семьи, любит своих детей, кто хочет пить чистую воду, кто занимается там спортом? То есть задавать вопросы, тот результат, те преимущества, те блага, которые несет мой фильтр, кому они нужны? Кто в моем кругу активно заинтересован в своем здоровье? И у вас сразу в голове появляются кандидаты. Сразу в голове появляются идеи, с кем можно поговорить на эту тему. Если вы идете от обратного, у вас ничего не возникает в голове. Вы никогда не придумаете, кому пойти и предложить. Потому что у вас все время будет отрицательный ответ. Поэтому правильный вопрос, кому нужно то, что делает мой продукт? Кто заинтересован во всех преимуществах, которые этот продукт дает? Кто заинтересован в тех возможностях и в тех преимуществах, которые несет мой бизнес? Искусство жить – это искусство задавать правильные вопросы. Понимаете? Стоит неправильно задать самому себе вопрос, и ты пошел не той дорогой. И ты пошел в тупиковый путь, в котором в конце ты окажешься в тупике. Стоит правильно задать вопрос самому себе, поставить вопрос, и перед тобой открывается море перспектив. Кто в моем окружении, кого я знаю, у кого есть амбиции? Кого я знаю в своем окружении, у кого есть мечта? Кого я знаю в своем окружении, кому нужен дополнительный доход? Кого я знаю в моем окружении, кто подрабатывает там-сям, все время стремится заработать чуть больше? Кого я знаю в моем окружении, кто хочет иметь такой результат, как мы сейчас только что обсуждали в программе Body Guru? Кто хочет прекрасно выглядеть, быть в тонусе, всегда быть в хорошей форме, иметь энергию? Кто нуждается в этом? Кого я знаю таких людей? И у вас сразу начинают возникать идеи. Задавайтесь правильными вопросами. У вас всегда будет приходить куча правильных ответов на них. Когда вы задаете правильный вопрос, у вас 100% появляются идеи. Кому нужен инструмент для реализации его мечты? Кто хотел бы так жить? Кто хотел бы столько зарабатывать? Кто хотел бы иметь именно такой уровень свободы, какой предлагает, скажем, бриллиантовый бизнес или изумрудный бизнес? Кто хотел бы уйти с нелюбимой работой? Обычно картинка выглядит так. Мы приходим в бизнес-анвей, мы на старте восторжены, у нас планы. Мы хотим стать 21%, мы хотим стать платиновыми. Мы понимаем, что доход 2-3 тысячи долларов – это очень хороший доход. И мы хотим его зарабатывать. Ну и как нас вдохновила эта идея, мы точно так же, такие вдохновленные, стремимся этого достичь, начинаем делиться с людьми. Проходит какое-то время. Ну, во-первых, у нас был какой-то ближайший круг, и мы с ним уже поговорили. Во-вторых, пока мы поговорили с этим ближайшим кругом, мы столкнулись в том числе и с какими-то негативными реакциями. То есть, оказалось, не все пошли за нами. Это нас немножко разочаровало, слегка обескуражило. А некоторые вообще как-то себя повели странно и даже стали критиковать то, что я делаю, хотя я всегда считал их друзьями. Это меня еще больше обескуражило. Ну, в общем, чтобы так подробно все не разбирать, постепенно-постепенно мы накапливаем какой-то багаж негатива. И вот наступает момент, когда мы вместо того, чтобы продолжать, как было на старте, с тем же энтузиазмом, и снова так же сызного каждому предлагать вот эти замечательные перспективы, можно начинать задуматься. Так, а кому сейчас пойти об этом рассказать? Кто сейчас согласится? Я же вот уже как-то у меня не получилось так, как я хотел. Вот она ошибка. Вот это та самая точка, где начинается проблема. Вот этой точке нужно избегать. Я однажды зашел в офис и услышал своего партнера, который рассказывает бизнес-план. И я присел и стал прислушиваться. Потому что то, что я услышал, меня обескуражило. И вот он начинает рассказывать. Ты учти, во-первых, за тобой никто не пойдет. Но из ближайших людей я тебе точно говорю. Больше того, они все будут над тобой смеяться и издеваться. У тебя отношение с родственниками в 100% испортится. Но ты должен быть к этому готов. Потому что ты обязательно, если ты не сдашься, то ты найдешь других. И ты с ними всех победишь и всем докажешь. Ну, короче, когда этот отвратительный, безобразный бизнес-план закончился, я дождался. А потом подошел к нему, подсел и говорю, а скажи мне, пожалуйста, а зачем ты ему все это говорил? Он говорит, ну как? Человека не нужно предупредить разве о том, что его ждет? А я его спрашиваю, а почему ты уверен, что его именно это ждет? Почему ты уверен, что именно это его ждет? Почему ты не предполагаешь, что у него будет совсем другая дорога, совсем другой путь? Ты что, мало людей? Над нами никто не издевался. Вот нам с Элеонорой, мы ни с одним родственником не поругались, ни с одним не испортили отношения. Мы до сих пор всех любим, и они нас любят точно так же. Мы никому ничего особо не доказывали, ни с кем не ссорились, и над нами никто не издевался, никто не смеялся. Да, были люди, которые не пошли за нами, это да, нормально, но при этом у нас никакой драмы и никакой трагедии не было. Зачем ты ему нарисовал такую картинку? А почему ты не подумал наоборот? Почему не подумать наоборот? Он будет именно из тех, за кем пойдут люди. Все в его кругу его ценят, уважают. Но он будет разговаривать, и большинство, особенно самые лучшие, самые амбициозные, обязательно подхватят эту идею. Почему такой сценарий не прорабатывают? Остановка в бизнесе, когда прекращается рост в бизнесе, особенно после рывка начального 9, 12, 15%, она случается именно поэтому. Потому что мы перестаем думать о том, как прекрасен наш бизнес, и как прекрасны те возможности, которые он несет, и начинаем думать о тех трудностях, которые мы уже прошли. И у нас уже как бы тягостно немножко предлагать эти трудности другим людям. Я еще раз повторяю, чтобы избавить вас от этого груза, он неправильный. Этот вопрос не наш вопрос. Вы не должны решать, согласится он или нет, делать что-то в этом бизнесе, что реально нужно делать. Но вы должны сначала показать ему перспективу ради чего. Если его эта перспектива живо интересует, потом будете рассказывать ему, как технически, естественно, вы ничего не будете скрывать, расскажете все абсолютно, что нужно делать. И пусть тогда он принимает решение, и взвешивает, и кладет на две чаши весов ту информацию, которую ему дали. Он спросит себя, вот перспектива, вот то, как я смогу жить, если я пройду определенный путь. А вот тот самый путь, который я должен пройти, согласен я, и начинает двигаться в этом пути, если принимает решение. А нам нужны именно такие люди. Поэтому нужно думать не о тех проблемах, вызовах и трудностях, которые нужно преодолевать в бизнесе. Потому что вызовы, проблемы и трудности нужно преодолевать в любом бизнесе. А кому нужен инструмент? Если думать про тысячи часов, которые нужно отработать, чтобы стать профессионалом в любом деле, то уже потом после такой думки и не захочется. Если бы детям, которые становились знаменитыми скрипачами, говорили, да ты сдохнешь со своей скрипкой. С утра до вечера будешь как прокаженный, только на скрипке пиликать. Пока все пацаны будут ходить во двор, играть в футбол, ухаживать за девчонками, ходить на дискотеки, ты как проклятый до 25 лет будешь пиликать на скрипке по 20 часов в день. Хочешь стать маэстро? Поэтому никто не говорит про 10 тысяч часов. Все говорят о том, какая перспектива. И когда у человека появляется желание, цель, мотивация, страсть, он начинает действовать. Ну как все мы, как всегда. Как в любом деле. Начинает действовать. Когда мы начинаем действовать, приходят какие-то трудности и препятствия, но мы их преодолеваем. И это наоборот добавляет нам силы, энтузиазма. Мы начинаем проникаться смыслом того, что мы делаем. Мы начинаем углубляться в это дело. У нас расширяется понимание, видение этого дела. К нам приходит мастерство, профессионализм. И мы становимся реально маэстро в этом бизнесе, в этом деле. Не важно, чего бы это ни касалось. И в этот момент трудности и вызовы, они имеют минимальное значение. Вы поймите, профессионал, который любит свое дело, любит свой бизнес, свою работу, все что угодно. Разве он задается вопросом, сколько трудностей он уже преодолел и сколько трудностей ему предстоит преодолеть? Да никто об этом не думает. Человек, который любит свое дело, думает о том, как ему свое дело поднять на новый уровень и разведить. Поэтому не носите в своей голове проблемы. Носите перспективы. Думайте о будущем. Думайте о том, какие люди придут, кто станет профессионалом в этом бизнесе. Они сами все остальное решат для себя. И потом приходит преданность бизнесу или делу своему профессии. Потом приходит мастерство, потом приходит триумф, приходит победа и приходит обязательно вознаграждение. И это все, все эти розовые единороги, они обязательно нас ждут после того, как мы преодолеем основные трудности. Поэтому, приближаясь к завершению нашего разговора, если у вас возникает вот такой вопрос, а кому и как предлагать мой бизнес, то спросите себя. Вот это очень важные вопросы, которые нужно себе задать. А есть ли у меня цель? Потому что все вот эти вопросы, вот по поводу того, кому предлагать бизнес, они возникают в определенные моменты в нашей карьере. И вот, чтобы разобраться с этими моментами, подумайте как следует. Есть ли у меня цель? А эта цель формально у меня есть, ну просто где-то записана, или это действительно то, чего я искренне хочу, я вдохновлен и стремлюсь к ней? Если цель у меня есть, она действительно поставлена по всем тем принципам, которые мы тысячу раз уже обсуждали. Берите смарт, берите диск, берите любую систему, берите какие-то мои, может быть другие выступления на ютюбе полно. И проверьте, ваша цель как выставлена. По всем правилам? У нее есть сроки, она измеримая, она реальная, она не идет вразрез с вашими ценностями, она действительно вас драйвит. И спросите себя, какая моя мотивация? Осознаю ли я для себя отчетливо и ясно, и эмоционально? Это очень важно осознавать, не просто отчетливо и ясно в голове, очень важно осознавать отчетливо и ясно в сердце, каковы мои личные причины реализовать эту цель. И у вас должен быть список, и он должен быть вполне конкретный. Абсолютно необходимо сделать ревизию. Ревизию вот этих вопросов, по всем этим вопросам. Есть ли у вас сейчас цель и мотивация? Действительно ли вы сейчас что-то реализуете, или вы просто в рутинном режиме функционирования? Только будьте с собой очень честны. И если вы скажете, что у вас есть цель, и все нормально у вас, искренне вы хотите ее достичь, вам еще дополнительные вопросы, контрольные такие скажем. Я сказал себе, у меня есть цель. Потом я себя спрашиваю, окей, у меня есть план достижения этой цели? Этот план записан где-то, расписан, я его помню. То есть у меня четко, прям вот поэтапно, расставлены вехи, этапы, шаги достижения этой цели. Отлично. Эти действия, которые я планирую совершить на пути к своей цели, они расписаны в моем еженедельнике, расставлены по неделям, по месяцам. Я точно знаю, что я делаю завтра, послезавтра, на этой, на следующей неделе, для достижения моей цели. Когда у нас какое-то бизнес-мероприятие и оно совпадает с праздниками или с моими какими-то личными там приватными планами вне бизнеса, я что выбираю? Это вам такие чекпоинты, такие вот точки контрольные, по которым вы сможете честнее, яснее, вы понимаете, вот честность с самим собой, это номер один вообще условие для счастливой жизни. Когда мы не вводим сами себя в заблуждение. Потому что такое часто случается, я это наблюдал, когда люди сами себя вводят в заблуждение. То есть есть такая иллюзия, есть фантазия по поводу того, что да у меня все прекрасно, но на самом деле это не совсем так. Вот поэтому я специально усиливаю эти вопросы. Вот мероприятие какое-то, нужно куда-то ехать или нужно вечером куда-то идти на какое-то мероприятие. Да даже в Zoom если нужно выйти. А у меня в этот момент день рождения, праздник какой-то, у того, у всего, у близкого, у далекого, неважно. Я что выбираю в эти моменты каждый раз? Спросите себя, прочувствуйте. Я выбираю участие в мероприятии, осознавая, что это то, что приблизит меня к моей цели, сделать мою жизнь счастливой. Или я выбираю праздновать, или выбираю мероприятие, но неохотно, как будто жертвую чем-то, как будто кусок от себя отрываю. Поспрашивайте себя, прочувствуйте себя, насколько вы действительно, честно хотите этой цели. Когда я просыпаюсь утром в моем уме, в моих мыслях, на первом месте что стоит? Моя цель? Я проснулся, и у меня уже мысли о том, что вот сегодня я вот это, вот это, вот это сделаю, и это будет приближать меня к моей цели. Или у меня повседневная какая-то рутина, обязанности, вот я встал, начинаю там раскачиваться и думать, боже мой, вот это еще надо сделать, вот это. Позадавайте себе эти контрольные вопросы. Если ответы не совсем те, которые надо, здесь нужно просто, ну, чуть подрегулировать. Надо поработать с целью, с мотивацией. Надо, значит, освежить себе мотивацию. Значит, сесть и по новой прям взять и проработать ее. Понимаете, если что-то не так, всегда нужно напоминать себе, что проблема не в бизнесе вообще и не в продукте. все начинается с нас. Всегда. Все в нашей жизни. Я же не говорю только про бизнес. Вот абсолютно все как есть. Тотально. Все в нас, все ответы, все решения, все находится внутри, но не снаружи. Потому что обстоятельства могут быть любыми, самыми разнообразными, но в конечном итоге, что ты с ними сделаешь, с обстоятельствами, будет зависеть от тебя. вы слышали, Жамсо сейчас выступал буквально вот на 70, два дня назад. Он говорит, они в Монголии по полгода товара не имеют. Так они находят какие-то вообще непонятные там движения, совершают, и скорее завозят какую-то бейсбалльную продукцию, только чтобы поддерживать своих клиентов чем-то, каким-то продуктом, а сами продолжают забивать заказы в систему, чтобы делать уровни. Сохраняют уровни при этом, не имея товара на рынке по полгода. Пардон. Это не потому, что у них нет проблем, у них еще хуже проблем. Это уж позиция другая, отношение другое, цель другая, хотят другого. Вот о чем нужно думать. Трудности, они же всегда были, есть и будут везде. Еще раз говорю, сейчас мы не ведем речь вообще про наш бизнес. Наш бизнес в любом случае, даже вот в сегодняшних условиях, это все равно бизнес с минимальным количеством проблем. Понимаете? Если сравнивать его с другими видами линейного бизнеса, с крупным бизнесом особенно, то там головники такие, что мама не горюй. Там люди теряют все, теряют состояние, теряют дома, теряют... Да все, о чем говорить, вы это хорошо знаете. И по окружению знаете, и по новостям, по газетам, по фильмам, вы все прекрасно знаете. То есть, если сравнивать наш бизнес с любыми другими видами деятельности, то он как раз таки по уровню проблем, проблематичности и сложности, он в самом-самом низу находится в рейтинге. Все только в нас. Как мы на что реагируем? Конечно, если мы были как сыр в масле, а потом у нас немножко масла забрали, то мы уже недовольны, нам уже не нравится. Это понятно. Ну, давайте все-таки еще раз говорить о том, что трудности и проблемы, они есть всегда и будут. И тот же самый Жамсо, два дня назад, он назвал их золотыми проблемами. Помните? Он сказал, золотые проблемы, потому что они и есть наши гимнастические снаряды, они и есть наш полигон для оттачивания сил, навыков, решимости, духа, потому что проблемы это и есть то, что нас закаляет. Через решение проблем мы достигаем мастерства и шлифуем свои навыки. Это наш экзамен, проблемы. Это наша проверка на честность, на стойкость, на преданность. Люди приходят в бизнес, да, загораются, конечно, такие деньги в МВМ можно зарабатывать, но многие же бросают и бросают достаточно рано. А почему они бросают? А потому что они столкнулись с проблемами. То есть, когда они думали, что все будет выслано розами и красными дорожками, ковровыми, они были согласны бежать по этой красной дорожке за большим миллионом. А когда они увидели, что на красной дорожке встречаются еще препятствия, о нет, мы так не договаривались. Знаете, как некоторые говорят, а что еще работать надо? По интернету ходил мэм такой замечательный совершенно. Лежит мужик такой на диване и там по телевизору идет реклама. Ты хочешь зарабатывать большие деньги? Он такой, да, хочу. А ты хочешь там купаться в роскоши иметь? Он такой, да, хочу. А ты хочешь? Да, хочу. Ну, тогда вставай с дивана. О, я так и знал, лохотрон. Все. Понимаете, вставай с дивана, значит, уже лохотрон. Вот если принесли, просто так подарили, то это нормально. Ну, шутки шутками, а на самом деле многие себя так ведут. То есть, как только возникают проблемы, значит, мы уже и не хотим. И весь вопрос только, как мы на эти проблемы поведем себя? Как мы на них отреагируем? Мы сделаем для себя эти проблемы вызовом, для того, чтобы мобилизоваться, или мы сделаем из них причину и алиби для себя? И сказать, ну вот, видели? Поэтому, друзья мои, не в обстоятельствах дела. Дело именно в том, какая у нас позиция, какой настрой, какая мотивация, какие цели. Поэтому давайте приниматься за дело, с энтузиазмом, откорректируйте то, что нужно откорректировать с целями и с мотивацией. Это обязательно. Потому что не кидайтесь сразу в бой. Вот если вы сегодня послушали, вас что-то зацепило, и вы где-то, вам откликнулось все, что я говорю, и действительно какое-то просветление такое возникло в голове, вы подумали, блин, ну действительно, Адамидис как бы правильные вещи говорит. Вот не кидайтесь сразу в дело. Сядьте и сделайте то, что я сказал. Ответьте на эти вопросы. Если вы чувствуете, что в вас внутри, в сердце недостаточно мотивации, недостаточно амбиции, вы сядьте, проделайте эту работу с целями, поищите более, значит, значимые цели. Или точнее, чаще всего, вы знаете, я обнаружил, что нужно искать не столько другую цель, сколько другие причины для ее достижения. Понимаете, ведь бриллиантом-то можно стать ради того, чтобы денег много заработать, а можно же стать ради того, чтобы привести десятки людей к финансовому успеху. Согласны? Цель одна стать бриллиантом. А вот мотивация стать бриллиантом разная может быть. Поэтому чаще вот я обнаружил, что проблема-то не в самой цели, а проблема в непроработанной мотивации. Человек не нашел для себя тех самых веских, самых значимых причин, по которым он эту цель хочет достичь. Вот там поработайте. И когда вы эту коррекцию сделаете для себя и почувствуете огонек внутри, в душе, то принимайте вот по-новому, как мы сказали, с энтузиазмом, активно, страстно, ищите небезразличных, активных, жизнерадостных, жизнелюбивых людей. Потому что у них точно есть мечты и есть амбиции. Они точно чего-то хотят. Им обязательно нужен инструмент. Инструмент, который есть у вас. То, что они хотят возможностей, они хотят хорошего продукта, они хотят свободы, хотят признания. И вот сегодня буквально утром Сулушаш выложила в одной нашей группе небольшой текст от Эрнеста Боливара. И я прям вам его зачитаю. Он мне очень понравился. Он пишет. Ищите людей страстных, сильных, счастливых. Они как звезды. Пока голову не поднимешь, не увидишь. Мы же чаще ищем кого. Ну у кого проблемы? Мы же идем как бы людям помогать проблемным. Вот у него проблема с деньгами. На еду не хватает. Давай пойдем помогу. Пойди, помоги. Разговору нет. Но при этом ищи людей страстных. Ищи тех, которые как звезды. Подними голову и посмотри вокруг себя внимательно. А когда утонешь глазами в звездном молоке, то поймешь, какое их бесчисленное множество. Ищите своих людей. Им так же страшно и больно. У них тоже бывают черные дни, ошибки и срывы. Но они готовы идти сквозь страх. Они влияют на ход вещей и задают им жизнь. Они в чем-то лучше, в чем-то хуже. Они не завидуют и не жалуются. Они с благодарностью встречают подарки судьбы и любят себя за то, что удача им улыбается. Ищите верных и честных, которые радуются и искренне смеются громко, свободно, мелодично и заразительно. Ищите тех, кто стоит и ждет вашей любви. Ищите тех, в ком много жизни. Ищите звонких и сочных, со смешинками и морщинками. Ищите в парках и на сценах, грустных и веселых, маленьких, больших. Они немного дети, а они идут по жизни с верою в добро. Но видят все, конечно, и черное, и белое, но живут ради желтого, красного и голубого. Ищите их. Нужно только поднять голову. Вот этого я вам, дорогие мои, желаю. Ищите своих. Создайте команду с людьми, с которыми вы мечтаете прожить вместе, пройти вместе большой путь, путь звездный, путь прекрасный, путь свободы, путь человечности, путь признания, путь помощи другим людям. Поднимите голову, оторвите свои глаза от проблем, не смотрите себе под ноги, проблемы были, есть и будут. Смотрите на людей, а не на проблемы. Смотрите на их желания, смотрите на их мечты и предлагайте им то, что у вас есть, не будьте эгоистами, не жить только у себя. И тогда, и тогда, как сказал Жамсов, если ты, говорит, любишь деньги, то станешь бриллиантом. Если ты любишь свободу, то станешь двойным бриллиантом, а если ты любишь людей, то ты станешь посланником короны. Любите людей, любите себя, ищите своих, и с ними вы обязательно достигнете успеха и построите большой бизнес. Вот чего я вам желаю, обязательно внимательно и глубоко переосмыслите все, что мы сегодня говорили. Я уверен, что для многих это может стать новым началом нового пути в этом бизнесе. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и обязательно подписывайтесь на этот канал. Живите в полную силу, живите со страстью. и подписывайтесь на подписывайтесь на видео Продолжение следует...